привет молодые люди меня зовут эрик шоков и сегодня мы находимся в городе ереван армения привет привет владелец кивер клуба для которого я сюда приехал только из-за этого без шуток cyber arena слушай расскажи пожалуйста это очень серьезный уровень я очень много вопросов собрал мне очень интересно понять насколько сильно отличается армения от россии и вообще от всего мира насколько здесь все дорого или дешево и так далее надеюсь ли мы получим все ответы а первый будет вопрос во первых вообще я не хочу быть низко первый вопрос а дальше где мы находимся то есть этот центр да это центр города мы находимся на улице амирян 27 дроп 5 если проехать отсюда приблизительно 100 метров то там уже будет гора парада как наши армении любят говорить это самое главное кольцевая в центре города вот собственно говоря вот так а вы на первом этаже вы заняли два этажа до над вами жилой корпус все верно это давайте дори или ты снимаешь в аренду да это моя и сколько выходит сколько вышло тебе купить ну очень дорого ладно давай давай рубрику сколько примерно я догадаю отыскаешь близко или нет давай 200 тысяч долларов чуть больше 213 250 ладно все короче а 250 до 300 это ценник территории квадрата сколько 300 или 3 квадратов а ну прям короче около 900 долларов за квадрат конкурент есть у вас ну я считаю нету хорошо войдем ватиме все так здесь нас встречает сразу же большое количество диванов по сэшн ты получается из россии и все что мы видим это по сути все из россии доставлял из города омск суши вообще самый главный вопрос чтобы я вообще понимал вот примерно сколько ты вложила сюда давай не учитывать саму территорию не именно сколько ты вложил в этот клуб и ты мог бы открыть что угодно хоть тот же ресторан почему именно клуб потому что я посчитал что в армении во-первых нет киберспортивных клубов профессионально киберспортивных клубов есть у нас только всякие разные интернет кафе и все в этом роде поэтому я посчитал что это будет очень хорошая идея потому что это будет что-то как бы новое да как бы чтобы предоставить людям и нашим клиентам что-то вот так бы к очень крутое и что-то новинку какую-то ладно давай поговорим насчет получается пластэшн они у тебя все пластэшн 5 это очень достойно в армении есть хоть интернет-кафе с пластэшн 5 я думаю есть но они там смешанные как бы точнее есть но там есть и 4 и 5 например если там где-то около предположим 3 4 playstation 4 то один или два playstation 5 сколько стоит час вы здесь на пластыше не 1200 драма 1200 драма сколько человек может сидеть до ну два человека и только могут играть садится рядом уже как бы может какой-то друг или друзья там на который будет смотреть собственно говоря за игрой в липке у нас цена 1600 драмов потому что туда мы уже могут играть 4 игрока у нас 4 джойстика специальных еще плюс у нас то идет обслуживание там можно кушать как бы да здесь нельзя собственно говоря слушай вообще еще ценится такая тема как закрытые пластэшн румы у тебя есть нет у меня нет закрытого пластэшн рума не вижу в нем смысла ну я не знаю я потому что у тебя нет ну нет не совсем просто я думаю что в нем нет смысла потому что как бы playstation можно играть как бы тогда когда вокруг тебя какое-то движение или еще что-то она здесь встречает кухня менюшечка она не слишком большое две странички это получается все что нужно для настоящих геймеров это быстро поесть и продолжить игру и то есть бургеры хот-доги free у нас разное то есть мясо есть есть из говядины бургер есть из курицы а сколько в армении люди заказывают чего-либо то есть допустим возьмем 10 человек сколько из них что-то купит в мир да вот как бы если говорить о напитках то абсолютно все 10 это однозначно ну да потому что как бы человек приходит если компьютерный клуб он минимум здесь находится час это минимум да бывает и по 5 часов люди играют и бывает по 10 часов бывает по 12 поэтому как бы человек не может прожить грубо говоря столько часов из воды обезьянник если умножить а без воды точно нет поэтому абсолютно точно что все купят что-то выпить а из еды ну где-то процентов от 50 до 10 70 процентов так ну давай посмотрим уже на сам кибер-клуб на втором этаже сейчас мы сравним ценники армянские с российскими сколько стоит час у нас стандарт 700 на рублей 10 больше от российского обычный зал и на рублей 20 50 50 ну да випка 150 рублей прям хорошо уже так я сразу же вижу розетку в столе твоя идея да все верно специально для зарядки для того чтобы заряжать свои телефоны чем отличаются компьютеры в випке и в обычном зале но в первую очередь мониторами да то собственно говоря здесь асосовский монитор там омановский здесь клавиатура обычная да там механическая мышка до этажей и стулья отличаются железо одинаковое да тогда я не буду проверять кс это хорошо проверю только здесь а спонсор этого ролика джидроп компитемания это новое обновление где вы можете получать поинты за каждый депозит один рубль это один поинт накапливаете 300 рублей получаете хоббита накапливаете 15 получаете на фоне и еще самое интересное вы это все крутите крути крути и у вас открывается серия 7 ключей где за каждый оборот рубля вы получаете возможность крутить новые кейсы в общем джидроп это сейчас просто кэшбэк на кэшбэке у вас ссылка есть в описании я подготовлю для вас промокод который даст вам бонус описание этого бонуса будет в описании ну а мы сейчас идем дальше cyber arena коврик сколько стоит такой коврик но но обычный коврик наверное сколько он стоит сам по себе и сколько стоит туда нашить cyber arena а ну где-то от полторы тысячи рублей чтобы вот логотип свои ну слушаю это очень дает престижа и да так hyper x у нас клавиатура и low core rgb мышка hyper x пульсифайр и ассюрч так по наушникам и здесь у нас hyper x cloud по состоянию они еще знаешь износ на процентов 10 когда ты будешь их заменять как мы вообще продумано у вас я думаю что через год они еще протянут базу потому что они с металлическими деталями которые явно не портятся так быстро вот как ты доверяешь обрезать обязательно как вы ощущаете клавиатуру мы используем специальные такие так скажем чистящий набор с микрофиброй микрофиброй вы будете сейчас чистить она упала на пол нет конечно мы ее заменим этим занимается явно не я ассистент это хорошо и есть специальный такой air duster который собирает всю пыль с внутри клавиатуры интересно а то есть воздух на данный момент а кстати по монитору на 100 в гейминг 144 герца сверху а в випке 240 слушай ну випке это прям большой плюс 240 это нужно я сейчас ставлю мое разрешение которое я использую в моей настройке и посмотрим какой будет fps 400 арман а 600 есть слушай ну мой прогноз работал пинг на москву 40 напоминаю в грузии 80 в два раза больше я не знаю почему так но у меня есть предположение есть предположение такое что это из-за кабеля интернет кабеля в грузии и в армении отличается и такое чувство что в армении просто российский кабель и поэтому соединение получше и пинг не такой большой это дилетантское решение и мнение поэтому сейчас вас на экране если мы найдем ответ у вас он будет если не найдем то напишите пожалуйста комментариях но пинг очень комфортно то есть в армении про игроком стать и легко в грузии нет без шуток в грузии с этим проблемы нет серверов грузинские сервера кто-то открывает их додосит через секунду на европу пинг 80 70 а здесь на и москву 40 значит рабочая схема даже на германию швецию варшаву пинг 50 из армении так слушайте а почему до сих пор нет ни одной команды профессиональной в армении так вот мы сейчас скоро начнем этим заниматься собирать армян это просто армянские инвестор в киберспорт суши но пинг очень комфортно для про гейминга лучше чем в киеве пинг на киев 42 нечто для меня сейчас это удивление прям армения хороша в этом плане суши ты понимаешь что что ты переплатил за эту анимированную тему очень много денег то есть я за нее переплатил просто да просто так она бесполезна она дает только такой вид и на то что мы обращаем внимание на нее ну а так она просто бесполезно а туда же можно поставить собир арену логотип наверное да это же классно поставить не хочешь думаю да поставим обязательно если будет такая возможность это выглядело как реклама но это не реклама я путешествую по миру записываю кибер клубы и показывают как люди делают такие помещения по-своему люди смотрят открывает кто-то свои клубы а кто-то смотрит к тому разойти то есть это интересно всем это выгодным всем поэтому такая история я предлагаю пойти посмотреть что у нас витки я скажу честно вот это кресло мне не нравится она грубая слишком я сидел уже в витки просто легендарная я хочу узнать название этого кресла пойдем посмотрим суши тут прям хорошо мне очень нравится я здесь уже сидел я даже здесь работал и сегодня буду работать у меня сегодня созвончики в этом месте будут тут никого нет постоянно кстати насчет тут постоянства в этом плане в клубе ноль человек почему ну когда я пришел было мой человек ну да потому что мы пришли в час дня и как бы днем в основном клуб ребята не приходят клуб потому что кому-то нужно идти на учебу кто-то в университете учится кто-то в школе поэтому в основном начинается движение с часа 6 5 и до утра ну вообще без разницы как они сидят главное что клуб выходит в прибыль да однозначно однозначно это хорошо а насчет электричество в россии или в армении где выгоднее держать клуб ну смотря какие города именно сравнивать мы знаем что ереван это столица да и вот например на данный момент за прошлый месяц мы нам платили 300 долларов что в рублях у нас уходит приблизительно 20 на 20 тысяч рублей а насчет интерната интернет у нас 200 тысяч драмов это получается в рублях приблизительно 28 тысяч рублей ну сколько времени нужно на науку по этому клубу я думаю что 3 до 4 что это же очень много это очень много до любой без два года не но никакой любой бизнес да но не компьютерный клуб как же же кожи того за два года куполе это еще можно но можно даже за горы с постраду зависимости от уровня компьютерного клуба то есть невозможно предоставить такой уровень да такой престиж и окупиться за два года если это было какое-то там маленькое место и учитывая какие компьютеры там стояли бы тогда да возможно и за два года но учитывая то железо которое стоит у нас это дизайн которому не сделали это однозначно не два года вот сейчас душно здесь душно было что все вырублено не вытяжка не включена и не кондёрник причем просто в кубе никого не отсутствовал включать а экономим на мне а я тут когда ты сядешь попроще администраторов они одну кнопку нажмут для тебя стараются сколько тут компьютеров 53 сколько туалетов 3 нормально хорошее сочетание все верно так слушай это кресло не дикси рейсер как такое возможно и в общем оно мне очень нравится я не знаю кто вы такие ребята но пожалуйста пишите мне это кресло оно такое приятное она при мне обнимает очень хороший одно из лучших здесь я вообще опять же вспоминаем казахстан а для обожаю это кресло с подножкой еще раз покажем ставку обычное кресло вы думаете но нету он с подножкой что и такое это круто это удобно и тут мест очень много блин надо вернуться в клуб brothers и посмотреть что у них произошло поставляете как это интересно в общем что у нас тут отличается монитор у нас 240 герц омнонский все верно клавиатура механическая клавиатура механическая это у нас origins клавиатура мышка такая же железо то же самое это все и просто отдельная комната слушай но наверное есть какой-то прикол в том что не сильно много разницы но она все равно чувствуется короче нормально нормально ладно спускаемся тут есть туалет да пойдем они же одинаковые почти цветовая гамма только разная цветовая гамма вот конечно здесь смешан цвет как бы с белым черным внизу серый и белый это пока не рабочая зона это у нас получается обычный зал нет тоже випка тоже гибко да все удивляются когда это то говорю здесь комфорт в том что он находится на первом этаже во-первых для курящих кстати мы очень важный нюанс забыли с тобой по поводу того что в клубе нельзя курить то есть в армении это ну как бы все удивляются от этого потому что очень много ребят которые курят но мы хотели именно сделать профессиональный киберспортивный клуб где нельзя не курить не кушать за компьютерами я считаю это очень немаловажный как бы аспект здесь у нас пять компьютеров находится здесь удобства те что находится на первом этаже то есть я клиенты которые приходят они стремительно могут даже не видеться с администратором не подниматься наверх они просто закидывают деньги на свой счет приходят сюда заходят и играют и также барблиста тоже но я думаю что можно этом заканчивать как мне кажется клуб очень достойно в армении такого не было и мне кажется и не скоро будет потому что ты сейчас здесь уже хочешь второй клуб открыть да и у меня есть планы чтобы открывать второй клуб и однозначно я думаю что на это можно закончить арман очень хороший клуб для армении самое то надеюсь то что будет второе открытие и ты здесь будешь монополистом армянским владельцем всех кибер-клубов спасибо ребят приходите играйте в армении очень достойное помещение для этого уже есть едем уже в другой город в другую страну следите за каналом и может быть я приду к вам в город посмотрим что у вас творится в кибер-клубах пока